Валерия Кореная в программе Крылья с чердака Валерия Кореная в программе Крылья с чердаком Дворник, он еще Амар Хаям, обижается весь дворик и разносит все к чертям, обижаются татары за незваных, за чужих, обижаются тамары, что нет пары, учувих, обижаются бандиты, что в тюрьме закрыта дверь, говорят, что одесситы обижаются теперь. Слышно, как кричат мамаши группировки «Я же мать!» Можно даже в Яралаше оскорбления таскать. Обижаться стали крабы, тараканы, червяки. Если это могут бабы, значит, смогут мужики. Стрелы мечут журналисты, медитируют буддист, обижаются расисты за название «расист», горько плачут пародисты. Чёрный юмор, он всему виной. Обижаются таксисты, что они сидят спиной. Скоро ум у умных выбьют, даже у больших шутов. Чёрный юмор сразу вымрет за отсутствием цветов. Обижать не смеешь репку, есть живое на обед. Обижает, что нетрепка красит кожу в чёрный цвет. Сколько статуй из вояля, столько же должно упасть. Скоро клавиши рояля раздерут друг другу пасть. Обижаются повально. Толпы, армии, войска. Чтоб не говорил Навальный, но стоит пока Москва. В ней сидит вся в думах. Дума. Но понятный глупцу. Обижаемся на юмор, значит, дело к... К концу. В запоздалых сериалах, среди радиопомех, Еле слышатся сигналы. Умер юмор, плачет смех. Кто не помнит его короля в Золушке, Его профессора, археолога в Джентльменах Удачи, Его дедушку в Девушке без адреса? Я играл маленькие роли, но у меня начисто отсутствовал комплекс неполноценности, Скажет этот миниатюрный, скромный актер. Я знал, что играю именно то, что мне написано на моем актерском роду. Чувствовал, что в каком-то таинственном блокноте мастера Уже вычерчена кривая моей актерской судьбы. И когда ветвь этой кривой станет восходить, Мастер позовет меня. Так и случилось. Именно он будет двадцать дней ехать в ссылку к другу, Известному драматургу, А приехав, отправиться в обратный путь уже через час. Почему? Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Кореная за пультом звукорежиссера Акмаль Тахиров. Стихотворение, с которого я начала программу, я назвала «Умер юмор». Получается, что оно не только о сегодняшнем дне. Юмор может быть опасен. Блистательная и одновременно катастрофичная творческая судьба Эраста Гарина станет его трагедией. Любимец театральной Москвы двадцатых годов. Юморист, любимец кинозрителей с тридцатых. В конце жизни он окажется невостребованным. С уничтожением школы Мейрхольда оборвется и его творческая жизнь. Большинство зрителей до сих пор знают Эраста Гарина по фильмам. Но судьба его гораздо больше, гораздо мощнее, чем просто кино. Эраст Павлович Герасимов родился в Рязани 10 ноября 1902 года. Отец его лесничий. О семье и детстве будущего актера известно крайне мало. В пятнадцать лет он напишет «Учиться» стал очень хорошо. «Двойки» только по алгебре, французскому, немецкому, латыни, истории. Но я все-таки начал исправляться. Он окончит Рязанскую гимназию и в пятнадцать лет попадет в театр. И заболеет им навсегда. И станет в местном самодеятельном театре выходить на сцену. Правда, впервые оказавшись на ней, ужасно испугается, слишком уж много глаз смотрит на него, хоть он никому и не виден. Заслоняет его от зрителя толпа таких же статистов. Потом он произнесет классическое «Кушать подано». Не сразу. До роли со словами надо еще дорасти. В одном из спектаклей он будет изображать прохожих. Но каких? Девять разных человек со сменой костюмов, походки и грима. На вопрос, как вы стали артистом, Гарин ответит, видимо, в этом виновата революция. Люди как-то сразу ощутили в себе ранее дремавший запас творческих сил. Революция воспринималась ими, нами, молодежью, как огромное празднество. При каждом профессиональном союзе был свой клуб и обязательный драм-кружок. И решительно все играли. Он возьмет сценический псевдоним Гарин, а потом с театром поедет в Москву, где его заметит уже знаменитый режиссер Всеволод Мирхольд. Кстати, с 1917 по 1920 годы в полуголодной Москве функционировали 94 театра. Гарин напишет, когда мы побывали у Мирхольда на «Мистерии Буф», нам, самодельщикам, показалось, что мы с неба свалились. Открытая сцена без занавеса, нагромождение разноцветных плоскостей, кубов, лесенок – все это поразило нас. А театральные диспуты. Таиров нападает на Мирхольда, Мирхольд на Таирова, и все это в присутствии огромной аудитории, где вы видели, чтобы два знаменитых режиссера сражались публично, а зрители сидели бы, как на футболе, и судили. Судили их. Мирхольд приходил на такие диспуты в красной фиоскете, восточно-головной убор, а как говорил, «Я благодарен судьбе, что использовал молодые годы, чтобы накопить впечатления, и театральные, и жизненные, которые потом были моим золотым фондом. Мне повезло, было что накапливать. Нас окружало столько интересного, что мы забывали о хлебе. Это было очень кстати, питались мы ничем. Я не знал своего будущего, но весь прошлый путь представился мне путем к мастеру, к Мирхольду». Да, он приводит к своим студентам интересных людей, знаменитостей. Они читают лекции, просто беседуют, устраивают диспуты, в которых студенты и мэтры спорят на равных. Сам Мирхольд потягивает махорочную самокрутку, ему единственному разрешается курить и изучает каждого. Гарин скажет, что мастер похож на серого доброго волка. Серые глаза, серые волосы, серый френч. Глаза пристально изучающие, добрые и холодные. Потом, наряду со словами восхищения Мирхольда Мугарина, будет и нелицеприятный отзыв о нем. «Цареву устраивается пышная встреча, мастер выписал автомобиль из Москвы и перекрасил в модный цвет, до чего надоели мне эти советские феодалы». Или «мастер говорил коммунистические речи, но ему никто не верит, даже из посторонних и видящих его в первый раз людей». Все аплодисменты и приветствия носили явно фарисейский характер. «Ну а когда позже Гарина спросят, почему он уходил от Мирхольда, он ответит, потому что был дураком». «Но до этого пройдет время. Роли у меня были маленькие, напишет Гарин, но зато я играл понесколько в каждом спектакле, в том числе и роль труппа. Это потому, что я тогда был изящный, мало весел, и носить меня по сцене было легко». Да, о нем пишут. «Худенький юноша, взобравшись на лесенку босиком в синей косоворотке, обращаясь через окно в небо, читал с потрясающей тоской «Исповедь хулигана Есенина». Юноша-актер начисто снимал обывательское, снисходительное отношение к русскому поэту из рязанской деревни, опровергал, будто о нем можно судить, мелкою мерой. Гаринским стилем назовут его неповторимую манеру двигаться, говорить его мимику, интонацию. Эксцентрика, буфонада сделают его заметным сразу. Для большинства из нас Эрастгарин – киноактер. Лучшие свои театральные роли он сыграет в 20-е годы, когда спектакли почти не записывали на пленку. Останутся фотографии и рассказы очевидцев. А эти спектакли тогда обутаражили всю Москву. В июне 1924-го он напишет о премьере спектакля «Д.Е. Даешь Европу», где у него аж семь ролей. Второй акт закончился, когда все ночные трамваи уже прекратили работу. Когда аплодисменты замолкли, на сцену вышел Мейерхольд и обратился к зрителям. Сейчас уже много времени, трамваи не ходят, но мы позвонили в трамвайный парк и попросили, чтобы нам прислали их к окончанию спектакля. Так что спешить не надо. Мейерхольдовское обращение было встречено бурей аплодисментов, и третий акт прошел при переполненном зале. Никто не ушел, несмотря на позднее время, вернее, раннее время. Спектакль имел оглушительный успех. Гарину будут вручать ордена и почетные звания не за конкретные роли, а за вклад в развитие советского киноискусства. Про театральные работы не будет ни слова. И это для него актера и режиссера, которого критики назовут лучшим мастером школы Мейерхольда. Комик с серьезным лицом, рыцарь комедии. Коллеги Гарина, включая Раневскую, Ильинского, в один голос говорят такого второго артиста, как Гарин, не было и не будет. Не только по грандиозности и уникальности творческого дара, но и по своеобразию человеческому, личностному, по той оригинальности, с которой он выражал свои мысли. Сам же актер противоречив. В одном из писем к сестре по поводу премьеры своего спектакля пишет «Пока нравится, потом видно будет. Искусство – вообще темное дело». С самыми высокими критериями он подходит к оценке людей и искусства. В 19 лет он познакомится со своей ровесницей Хесси Лакшиной. Хесси в 17 лет переехала из Смоленской губернии в Москву. Одна поступила в МГУ на экономический. Этой девушке с огромными миндальвидными глазами Гарин сделает предложение уже через несколько дней после знакомства. Хесси в восторге согласится. Он, стеснительный, любящий своих близких, будет считаться среди коллег однолюбым сразу. Они с Хессией всегда вместе. Для нее он не только муж, но и сын, брат. Она его опекает, а он принимает ее заботы, как само собой разумеющиеся. Когда они расстаются, он пишет ей каждый день, рассказывая в деталях, как проводит время, тоскует без нее. Мрачный, худеющий, обрастающий щетиной. Она же, маленькая, худенькая, часто болеет. Мужа обожает, считает его гениальным, сдувает с него пылинки. Сама она резко изменит свою жизнь, окончив режиссерский факультет театральных мастерских Мейрхольта. Она станет ассистентом режиссера у таких мастеров кино, как Козинцев и Трауберг, будет участвовать в создании картин «Одна», «Юность Максима». Хессия рассказывала, что бабка Гарина, каждый раз провожая их, крестила сначала внука Эраста, а затем ее. Гарин пытался вразумить старушку, «Ну что ты ее крестишь, ведь она же еврейка», на что Таня невозмутимо отвечала, «За Богом не пропадет». И вот супруги уже вместе увлекаются режиссурой, Хессия участвует во всех постановках, которые осуществляет Гарин, и как-то на репетиции, когда она непрерывно вскакивала с места, и особенно назойливо вмешивалась, Гарин вспылил, «Хейська, припопь себя», что означало «присядь». Это максимум злости, на которую он был способен. И выйдет знаменитый спектакль «Мейрхольда-ревизор» с Гарином Хлистаковым. Он у него то шулер, то карьерист, то взяточник, то мечтатель-поэт. Застенчивость Гарина так и останется с ним навсегда. Лишь на сцене он преображается до такой степени, что перекручивает ноги штопором, сгибается в любую сторону с одинаковой легкостью. Его гибкость столь виртуозна, что ее вообще сравнивают с цирковыми трюками. Увидев «Ревизора» на сцене Мейрхольдовского театра Михаил Чехов попросит познакомить его с Гарином и удивиться, увидев сильно смутившегося молодого человека, чье лицо заливает краска стеснительности. Полная противоположность только что сыгранному образу. А в финале, делая грациозные пируэты, Хлистаков вдруг исчезает, растворяясь в пустоте. Вместо актеров в немой сцене манекены. Зритель сначала обалдевает, а потом бешено аплодирует, и только тогда актеры выходят кланяться. Гарин на поклон не выходит. И когда его спросят, почему, он ответит, я же уехал, ну как же я могу выйти, если я уже в Петербурге. Гарин и Лакшина подружатся с Мейрхольдом и его супругой, актрисой Зинаидой Райх. Как-то Гарин с труппой театра будет ехать в поезде в Ленинград. В купе они устроят читку пьесы Николая Эрдмана мандат. И рано утром в купе войдут люди в штатском. Гарина арестуют. Выяснится, что бдительный проводник прислушался, и какие-то реплики показались ему подозрительными. И он сообщил, куда следует, что в его вагоне антисоветчики. Гарина в тюрьме будут допрашивать двое суток. Следователь даже прочитает пьесу и наставит массу вопросительных и восклицательных знаков. Все же актера отпустят. Он сыграет главную роль в спектакле «Мандат», а встреча с драматургом Эрдманом станет важной частью его жизни. Гарин скажет, что они даже похожи внешне голосами, манерой говорить. И в апреле 25-го Гарин проснется знаменитым. Спектакль «Мандат» войдет в историю мирового театра и как феерический дебют молодого актера. Зрители в зале падают от хохота с кресел. Один из дотошных театральных критиков насчитает этих взрывов смеха в течение спектакля более трехсот, в основном на реплике Гарина. Вся Москва будет ломиться на спектакль. Ольга Леонардовна Книперчехова скажет, что в день премьеры было два спектакля на сцене и в зале. Публика не знала куда смотреть. То ли на сцену, то ли на Станиславского, который хохотал до слез. Потом Константин Сергеевич отправится за кулисы. Гарина будут искать, но не найдут, он сбежит. А Станиславский сравнит его игру с мастерством мировых звезд сцены. Мейерхольд и сам в восторге от Гарина. Ревизор войдет в историю театра как наивысшее достижение режиссерского искусства Мейерхольда. А самый молодой в истории русской сцены и хлистаков Гарина всего 24. В прямоугольных очках цилиндре с пледом через плечо и бубликом на груди войдет во всех рестоматии по театральному искусству. И выйдут тогда сотни рецензий от Андрея Белого, Михаила Чехова, Луначарского, и каждый будет превозносить игру артиста. Но Мейерхольд, на той Мейерхольд, чтобы удивлять, он начнет репетировать горе уму с Чацким, чтецом-декламатором Владимиром Яхонтовым. Но вскоре вдруг неожиданно для всех назначит на эту роль Гарина. Комик на роль лирического героя? Только большой режиссер мог почувствовать, что он справится. В прежние времена труппу провинциальных театров составляли по распределению ролей в горе от ума. Если пьесы расходятся по ролям, значит, в труппе есть необходимый амплуа. Но Мейерхольд всегда мешает колоду. Он признает амплуа, но только пользуется ими необычно. Он и откроет в Гарине лирического актера. При его ярко-то выраженной комической внешности худощавый да еще носит мешковатые костюмы с таким выразительным лицом, длинным острым носом, оттопыренными ушами и глубоко посаженными глазами. О, московская критика поднимет вокруг спектакля горе уму настоящий вой. Айраст Гарин, который, казалось, живет только искусством, еще не знает, что очень скоро его личная жизнь сделает неожиданный крутой поворот. Впрочем, как и жизнь профессиональная. Об этом во второй части программы после песни «Любка» на стихи Ярослава Смелякова. Почему именно эта песня? Об этом тоже во второй части программы. С вами Валерия Кореная. Вы на волне 620 М Дэвидзон Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь. В эфире программа «Крылья из чердака». С вами Валерия Кореная. Сегодняшний мой герой неповторимый король из Золушки Эраст Гарин. Великий Мейерхольд его мастер ценит его аналитически трезвый ум, прислушивается к мнению своего любимого ученика. Все хорошо. Вот только успех Гарина не дает покоя супруге Мейерхольда Зинаиде Райх. Она его недолюбливает, а муж упрекает в том, что он строит театр для Эраста Павловича. После очередного спектакля, когда публика устроит Гарину бурную овацию, оставив тени Зинаиду Николаевну, с ней случится нервный припадок. А потом в другой раз Хеся, понимая, что Зинаида Николаевна распаляется все больше, подойдет к ней, поднимет с пола ведро с водой, выльет его на голову Райх. Это возымеет свое действие, актриса умолкнет мгновенно и тут же покинет гримоборную. Мирхольд после паузы покачает головой и скажет «Спасибо, Хеся, вы поступили правильно, пожалели Зину, меня только вы не пожалели, ведь домой-то с ней идти мне?» Агарин, кажется, все делает играючи, легко, и ставит, и сам играет, и создает эстрадные номера. При всем этом супруги живут в нищете. Эраст пишет режиссеру лаборанту «Так как я голоден и очень плохо себя чувствую, а взаймы никто не дает, то я сегодня воздержусь от присутствия на репетиции, не поминайте лихом, я ведь вам должен пятерку». Гарин и Лакшина решат в качестве своего режиссерского кинодебюта снять гоголевскую женитьбу. Фильм получится блистательным по воспоминаниям тех, кто его увидел, но картину очень быстро запретят. Ее выход на экраны совпадет с началом борьбы с формализмом. Фильм подвергнут критике, негатив смоют и уничтожат все копии. Гарин до конца своих дней будет пытаться разыскать хотя бы обрывки картины, но, увы, она потеряется навсегда. Хесия в экспедициях, на съемках, он на гастролях, детей у них нет, но пару их называют святой и гармоничный, брак безупречным. Фаина Георгиевна Раневская в письмах к Хеси Гарин и Локшина милы, но контрастны. Хесия властная, неулыбчивая, движущая сила их дуэта. Распалыч летающий в облаках. Он, сыгравший в кино трех разных королей в быту ведет себя по-королевски. Понятия не имеет, где в доме лежит молоток и куда класть грязные рубашки. Потому никто и не сможет поверить появившимся слухам о его романе с молодой женщиной театроведом. Да, в театре появилась Любовь Фейгельман, писатель, творческий псевдоним которой Руднева. Много позже во время войны она будет участвовать в освобождении Крыма, Севастополя, будет читать лекции на военных кораблях. Единственная женщина на корабле, красивая, талантливая, с руководством и командой у нее исключительно уставные отношения. Этим она заслужит уважение. Влюбленная в людей море, она будет писать о них в своих романах и новеллах. Но все это будет потом. А познакомится она с Гарином благодаря Мерхольду. Тот услышит, как здорово и талантливо читает стихи молодая красивая девушка и пригласит ее вести мастерскую современного слова. А также наблюдать за репетициями ревизора и записывать все, что касается артистов, особенно Эраста Гарина в роли Хлистакова. Люба напишет, А был он гибкий, тонкий, с продолговатым овалом худощавого лица, глаза у Эраста Павловича были удлиненные, то ярко-голубые, то, когда он ярился, внутренний кипел, внезапно зеленели. Любовь с любовью начнется у него сразу. Разница в возрасте двенадцать лет, ей двадцать один, Гарину тридцать три. Но, несмотря на юный возраст, Люба зрелый человек со своим характером и взглядами, рижанкой состоятельной в прошлом семьи, у них было несколько домов, с четырнадцати лет она работает в журнале, печатается яркая, общительная душа компании, кружит головы талантливым людям, вдохновляет их, о, в нее влюбляются многие, в том числе и поэт Ярослав Смеляков. Он и напишет стихотворение «Любка с таким финалом, стиранная юбка, глаженная юбка, шелковая юбка нас ввела в обман. До свидания, Любка, до свидания, Любка, слышишь? До свидания, Любка Фейгельман!» Эти строки будут напевать на мотив Мурки. А она, героиня, смеется, говоря, что в этом стихотворении Смеляков ее одел обул. Любовь Руднева будет выступать в одной концертной программе с выдающимися чтецами Яхонтовым и Дмитрием Журавлевым. И когда начнется страстный роман с юной Любовью Рудневой, жена Гарина Хесси будет стараться сохранить брак до последнего, она даже увезет Эраста из Москвы в Ленинград, но он будет рваться к своей любви, писать ей письма, передавать деньги, заботиться. И все же в тридцать пятом году Гарин разведется с Хесси Лакшиной. Они с Любой будут счастливы. Гарин будет ее безумно любить. Спустя много лет Любовь Руднева опубликует его письма к ней. Дорогая Любочка, получил твое письмо, начало, даже четверть его прелестная, но последняя четверть наполнена грустностью и психологизмом. Правда, половинка его зачеркнута. Не обижайся, будь веселой, сегодня отдаю распоряжение снабдить тебя немножко деньгой. Танька, сестра Гарина, тебе принесет. Приеду дня на три в Москву. Очень прошу тебя быть оптимистичной и родить. Так? Как будто грызешь семечки. Очень целую Эрга. Да-да, Люба ждет от него ребенка. И на свет появится дочка Ольга Растовна Гарина. Любовь Руднева напишет научные труды о Мирхольде, Гарине, о многих других. Да, Гарин с ней счастлив, дочку обожает, но какая-то сила тянет его назад к его Хесси. Они по-прежнему работают вместе, и чувство вины перед ней не отступает. Оно, оно, это чувство вины окажется сильнее новой любви. И шесть лет спустя он вернется к Хесси. Она будет счастлива и никогда не вспомнит его уход на шесть лет. С дочку им будет общаться и после расставания с ее матери помогать материально. Хесси этому общению не препятствует. Дочь впоследствии станет так же, как ее мать, искусствоведом и автором детских книг. Гарин вспоминал, будучи в Москве, зашел на актив и попал на заключительное слово мастера в тот кусок речи, когда он, цитируя Сталина, говорил о внимании к людям и что в трупе нет никакого внимания к человеку, в частности, к Зинаиде Райх. Прослушав этот абзац, я ушел напротив в пивную и с удовольствием на свободе выпил кружку русского пива. И вот уже в театре Мейрхольда роли, о которых Гарин мечтает, и которые словно специально для него написаны отдаются другим артистам, скажут, что в этом вина супруги Мейрхольда, закатившей очередной скандал. И в какой-то момент Гарин будет отлучен мастером от новых ролей, но преданность его учителю окажется столь сильна, что потом, много лет спустя, он напишет книгу под названием Смейрхольдом. В ней его школы он тебя не мыслит, хотя его приглашают другие трупы главной московские театры, включая Малы. Все предложения он отклоняет. Но из-за принципиальных разногласий с Мейрхольдом в трактовке одной из ролей Гарин уйдет из театра. Дорогой Всеволод Эмильич, напишет он в письме Мейрхольду, мое состояние последнего времени не позволило мне проститься с вами так, как я хотел бы. Очень, очень прошу принять мою глубочайшую благодарность за время работы под вашим руководством и пожелание всего доброго на будущее. Раст Гарин. Да, Мейрхольд его ценит, но Гарин хочет попробовать свои силы в самостоятельной работе. В 1933 году арестуют Николая Эрдмана, одного из авторов сценария фильма «Веселые ребята». Поводом для этого станут сочиненные и непредназначенные для печати политические острые стихи и пародии. И фамилии сценаристов Эрдмана и масса из титров фильма удалят. Эрдман будет сослан в Сибирь. И Гарин, этот скромный, тихий человек, отправится к ссыльному Эрдману. Одна эта поездка сделает его в глазах многих порядочных людей рыцарем. Он проделает тысячи километров всеми видами транспорта, включая гидроплан. Он будет плыть, ехать и идти 20 дней. Весь его багаж в кармане и в газете перевязанной бечевкой. Он доберется до Енисейска, войдет в комнату и глаза Эрдмана от неожиданности станут по словам Гарина как две буквы О. Драматург выставит пол-литра, селедку с луком и студень. Хозяйка принесет глазунью. Выпьют, перекусят, поговорят. Через час Гарин улетит назад. Потом, три года спустя, уже в Москве, Эрдмана спросит, почему он так быстро тогда улетел. Гарин ответит, мне показалось, что я помешал вам. На столе отточенные карандаши, лежали бумага. Кинодебют Гарина состоялся лишь в 34-м году, когда ему было 32, в картине «Поручик Киже». Там у него роль эпизодическая, комедийно-гротестная. Нестандартная внешность актера привела к тому, что в кино ему доставались образы жуликов и аферистов, как в кинокомедии «Свадьба» или фильме «На границе». Многого он не сыграет. Будет у него идея сатирического фильма «Дорогой племянник», где все роли, включая несколько женских, должен был сыграть он. Не сыграет он и Дон Кихота, и Ричарда Третьего, роли, о которых мечтает, и к которым готовятся долгие годы. Во время репетиций в театре Гарин бегает по залу, поднимается на билетаж и ложе смотрит, как выглядит сцена оттуда с высоты ему. Важно, чтобы каждый зритель даже на галерке все видел и слышал. Он далек от закулисных интриг, никогда не повышает голос, добрый, любят его все без исключения. Замечание делает деликатно, чтобы никого не обидеть. Давайте попробуем еще раз, говорит актерам. Все в восторге еще от его чувства юмора. «Какая замечательная плаституция», говорит он актрисе, репетирующей походку. А Ольге Арусевой он как-то сказал на репетиции «Оля, как только увидишь это, ори во все глаза!» и она будет кричать, выпучив глаза. Это он имел в виду. Хеси помогает мужу во всем, ее образованность много, значит, он для нее по-прежнему божеству, она любит то, что любит он, а значит, и актеров. Приносит на репетиции салаты, бутерброды, сладости. В работе Гарин строг. Однажды он снимет с роли знаменитого артиста и по званию по возрасту старше его за незнание текста и два опоздания на репетицию. Сам же он боится только свою Хесю. Она маленькая, худенькая, с фигуркой подростка. Валентин Гафт однажды придет домой Гарину, увидит спящую на кровати Хесю и примет ее за умершую, такое невесомое под простыней тело. Именно Гарин откроет для театра Гафта юного, красивого, высокого и тогда никому неизвестного. Сам же Гарин, так же, как его Хеся, окажется прямым и бескомпромиссным. Однажды два известных соавтора работу, написанную специально для Гарина и Лакшиной, передадут у них за спиной другим постановщикам. А при встрече станут оправдываться. Гарин скажет, что касается совести, с вами все ясно, вопрос лишь один, как прикажете вас держать, за одного подлеца или за двоих? Супруги Гарина и Лакшина снимут, как режиссер и фильм «Доктор Калюжный». Успех будет огромным. На гонорар они купят квартиру в Москве. В этом фильме свою вторую роль в кино сыграл Аркадий Райкин. Главную роль Гарин хотел играть сам, но худсовет не допустил его. И доктора сыграл Борис Толмазов, полностью повторив рисунок Гарина. Однажды Гарин увидит на улице Мейрхольда, они поздороваются, и мастер, как напишет Ирас Палч, заботливо снимая с моего пальто несуществующую пушинку, как ни в чем не бывало, скажет «работать надо, играть пора». Скажет «просто и деловито». Гарин вернется к своему учителю. Они оба настолько спаяны друг с другом, что их разрыв окажется временным, а возвращение Гарина к мастеру закономерным. Но 8 января 1938 года закроют театр Мейрхольда. Мастер подвергнется гонениям и нападкам, а уже в июне его режиссера с мировым именем арестуют. В 1939 будет зверски убита его жена Зинаида Райх. Ей нанесут 17 ножевых ранений. А великий 65-летний режиссер в тюрьме будет подвергнут пыткам и подпишет «Все, Гарин станет одним из первых, кто напишет письмо в защиту Мейрхольда. Он еще верит, что учитель вернется. Он с женой создал неприкосновенный фонд, деньги, отложенные на его возвращение на первое время. Они еще не знают, что эти деньги мастеру не понадобятся. В 40-м году за неделю до дня рождения режиссера расстреляют. Гарин и Лакшина поставят мандат Эрдмана на сцене театра киноактера и посвятят эту работу памяти Всеволода Мильча. До последних дней Гарин будет спрашивать близких, за что они убили старика. С гибелью Мейрхольда, как признается, Гарин пришла беспощадная взрослость, когда некому сказать мама, папа, учитель. Хотя его самого Гарин уже ставят в один ряд наравне с Михаилом Чеховым и Николаем Хмелевым. Гарин и Лакшина снимут фильм «Принцы нищи» по повести Марка Твена. Главную роль сыграет Мария Барабанова. Ради этой роли она со скандалом оставит Ленинградский театр комедии. А в 44-м на экраны выйдет чеховская комедия «Свадьба». Блистательный ансамбль «Гарин», Раневская, Зоя Федорова, Алексей Грибов, Осип Абдулов, Вера Морецкая, Михаил Яншин создадут грандиозное творение, которое переживет десятилетия и вдруг в 70-е годы станет одним из самых показываемых фильмов. А фразы из картины «В Греции все есть» «Хочут свою образованность показать» и другие заживут своей жизнью со своими приделанными к ним крыльями. После войны Эраст Гарин перейдет работать в театр-студию киноактера. А уже в мае 47-го на экраны выйдет знаменитая сказка «Золушка с Гариным королем». После войны людям хочется тепла, света, и Золушка окажется кстати. Королева, добрый, по-детски наивный, грозящий «ухожу в монастырь» или говорящий «связи связями», но совесть тоже надо иметь. Знавшие его лично скажут, что Гарин походил на себя лишь в роли короля из Золушки, несмотря на то, что эта сказка казалось бы далекая от реализма. Но и здесь он нашел реалистический путь. Смешной, эксцентричный король, которого делает реальным его детское восприятие жизни. Да, королей он сыграет еще несколько раз, в том числе и в собственной картине «Обыкновенное чудо» это будут другие короли, но, как и все его герои, эксцентричные. В 64-м году Гарин и Лакшина снимут свой самый известный фильм «Обыкновенное чудо» по пьесе Шварца, а потом через 14 лет новую версию снимет уже Марк Захаров и будут две совершенно разные картины. И настанет время, когда Гарин уже не будет оптимистом, грустный, погруженный в себя, не ждущий от жизни ничего хорошего, как и его самая знаменитая роль в мультипликации. Ослик Иа из Винни-Пуха с грустным, натреснутым голосом. Вообще, Гарин серьезно изучает внешний образ своих мультяшных героев. В студийном коридоре он с сигаретой в зубах может травить анекдоты, а потом входить в тон студию и мгновенно перевоплощаться. В разных дублях он выдает разные характеры. И перед режиссером встает трудная задача выбрать что-то одно. Эрасту Павловичу будет 64 года, когда на съемках он получит травму глаза и лишится его. Второй глаз практически перестанет видеть. И не будет приглашений на съемки и в спектакли. И останется он не удел. От нищеты будет спасать только озвучание мультфильмов. Это более 30 работ. Вообще став работать на радио он положит начало жанру монодраматического звукового спектакля. А потом он вдруг просто возьмет и ляжет в своей квартире в Рязани перестанет разговаривать знаками будет показывать что ему тяжело общаться с людьми. Из-за потери зрения он не может даже читать ему трудно переносить забвение он скрывается от знакомых тоскует по съемочным площадкам и сцене театра. И в 77 лет без особых видимых причин и без каких-либо заболеваний он просто уйдет из жизни. А через полтора года не станет и его Хесси. когда-то он Эраст Гарин сказал о Сергее Юрском замечательный актер, но играет, как одолжение делает. Вот, к примеру, как он читает стихи Пушкина. Это звучит у него так «Я читаю Пушкина, а надо, чтобы было так я читаю Пушкина». Сам же Гарин во всех своих ролях всегда на первое место ставил именно персонажа, а не себя. Именно поэтому он столь неповторим и столь заразителен в каждой своей роли, как его интеллигентный профессор джентльменов удачи. В фильме Эльдара Рязанова «Девушка без адреса» гаринский герой своим неповторимым голосом говорит «Алле! Вахтер Иванов слушает!» А в оптимистической трагедии «Каких красавцев я навербовал! Варфоломеевские ночки делать будем!» И запомнится нам, зрителям, великий артист не только своими неподражаемыми образами, но и как большая уникальная личность. Я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссер Акмали Тахиров за помощь, оставляю вас с песней в исполнении Аллы Борисовны Пугачевой «Все могут короли», но мы с вами услышимся в следующий вторник в полдень на Волне 620 М Дэвид Зун Радио Нью-Йорк. В студии с вами Валерия Кореная. Все, что вы слышите в этой программе не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная Радио Корректор А.